Воскресная школа храма великомученика и целителя Пантелеймона провела выставку-ярмарку «Дари добро детям». Что мастерили дети и чему можно было научиться на выставке, увидела наша съемочная группа. Алиса, как и другие воспитанники воскресной школы, на выставку принесла свою поделку. Идея сделать веселого человечка родилась не сразу. Сначала к помпону пришила пуговицы, получился ежик с глазками. А потом мама Алисы подсказала, что к нему можно сплести тельце и получится человечек. Стоит отметить, что все собранные средства от продажи детских поделок пойдут на строительство здания воскресной школы. В настоящее время в школе занимается около 60 человек. Принять всех желающих не позволяет площадь помещения. Дети очень одобрили это мероприятие, так скажем, потому что когда мы предложили, мы не надеялись, что будет такая реакция, потому что у нас есть факультативы, помимо основных занятий. Но когда посещал не такое большое количество детей, когда сказали о том, что они могут принести пользу вот этими поделками, то, конечно, количество значительно увеличилось. Ну и, соответственно, появилась возможность уже выставить эти работы детей. Для строительства здания по предварительным расчетам требуется около 25 миллионов рублей. Школа будет построена из современных материалов и в ней даже будет предусмотрен лифт, чтобы дети с ограничением по здоровью тоже могли посещать школу. Большую помощь в сборе средств на строительство школы оказывает Виатская торгово-промышленная палата. Любые формы сотрудничества государства, власти, бизнеса, церкви, всех конфессий, которые направлены на сохранение традиции, на то, чтобы души наших ребят были чистыми, чтобы они помнили историю государства российского. Это очень важная работа. Я думаю, что здесь мы должны работать воедино. Мастер-классы, устроенные педагогами воскресной школы, научили посетителей делать поделки своими руками. В преддверии 23 февраля и 8 марта пользовался популярностью мастер-класс по квиллингу. Разноцветные полоски скатываются в разнообразные формы. Ими можно украсить открытку или сделать самостоятельную поделку. Михаил Конышев, Владимир Подлевских, Вести, Киров.